20 минут о красивой жизни, заметных событиях и ярких личностях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем Здравствуйте! Правила делового гардероба в последнее время становятся демократичнее, но тем не менее, то, в чем мы ходим на работу и в чем проводим свободное время, хоть в нюансах, но все же должно отличаться. Итак, как выглядеть стильно, модно и профессионально, рассказывают наши эксперты. Современный деловой гардероб менее формальный и более демократичный, чем 20 лет назад. Популярен сегодня стиль Smart Casual. Не буквально, но по сути, это продуманная повседневность, элегантная, индивидуальная и креативная. Как это понимают дизайнеры, сегодня выясним на примере известного российского бренда. Итак, самой статусной позиции Smart Casual является жакет. Вот такой жакет в стиле сафари из смесовой ткани. Здесь льняная фактура, но при этом ткань не мнется, она комфортная, дышит. Юбка-карандаш, наша знаменитая юбка нашего бренда, красиво подчеркивает фигуру, линию бедра, талию. Хлопок жакардовый, очень комфортная ткань, хорошо дышит, при этом она не мнется, потому что у него переплетение жакардное, комфортное, обладает стретчем, хорошо сидит на фигуре, прям идеально подчеркивает все формы, фигуры, изгибы, талию, бедро. Немного о топах, те, которые выглядят более собранно, не так расслабленно, как обычная трикотажная футболка. Имеет кровь, точной рукав, интересный элемент рукав-кружево, выполнен из вискозы, то есть в нем легко, дышится хорошо, при этом молочный оттенок, он всегда по-деловому нарядно смотрится. Топы с принтом в летней коллекции, без них никуда. Цвет хаки сейчас актуален, и вот яркий горчичный оттенок терракотовый, с перспективой на осень, потому что цветовая гамма осени здесь присутствует. И вот такой вариант топа, тоже как повседневный, у него тоже выполнено жакардное плетение, и также его можно носить, как нарядный вариант. Крой как будто бы простой футболки, но он выполнен из трикотажной ткани, с небольшим сверкающим эффектом, тоже будет выглядеть по-деловому, под жакет, под жилет. Еще один совет по поводу полупрозрачных тканей, их не нужно бояться, под эти ткани просто одевать нужно телесное белье, белье в цвет гладкое, и его не видно. Даже белый бюстгальтер может быть более заметен, чем белье телесного цвета. Понятие сезонности в моде последних лет достаточно условно. Это касается и оттенков, и собственно моделей одежды, которые из лета могут переходить в осень и наоборот. В наши салоны начинает поступать уже осенняя коллекция, но выполнена она из легких тканей. Вот такой вот принт огурцы всегда актуально, освежит, добавит динамики в образ. И вот такая вот молочная блузка с нежной розой, можно ее сочетать и с брюками, и с юбкой, с классической. Можно представить вот эту блузу, например, с брюками из летней капсулы ягода. Коллекция представлена большим разнообразием брюк в бежевом оттенке, очень удобный классический цвет деловой. Есть в хлопковой ткани бежевые брюки. Хлопковая ткань на лето очень практична за счет того, что она с принтом не очень заметна, если хлопок помялся. Из хлопковой ткани представлены брюки не агара, очень красивый оттенок, серо-голубой. Базовый темно-синий цвет в летней коллекции всегда присутствует. В летней коллекции деловые рубашки представлены очень комфортной ткани из вискозы. Легкая, приятная, молочного цвета. Рука в трансформер, можно носить как длинный деловой рукав, завернуть, застегнуть на пату. Сейчас летом очень удобно во многих моделях представлен. Интересная модель с асимметричным кроем. Вытянутые бока зрительно вытягивают силуэт. Опять же, нежно-голубой оттенок. Это самый удобный, наверное, летний принт. Полоска актуальна в этом году. В современных коллекциях можно часто встретить модели из полиэстера. Людей старшего поколения это напрягает. Хотя современные искусственные и смесовые ткани оказываются очень комфортными и износостойкими. Полиэстер сейчас нового поколения. Он по свойствам приближен к натуральным тканям. Он дышит, но при этом он не мнется, хорошо драпируется, он гигроскопичен. Это удобно в нашей жизни динамичный, для наших деловых женщин. Поэтому не бойтесь, если присутствует в составе полиэстер. Он добавлен для вашего комфорта, для удобства, чтобы вещь долгое время сохраняла первоначальный вид. Деловое платье в летнем гардеробе не то, чтобы должно быть строгим. Нет, здесь просто важно соблюсти некоторые правила. Прикрытыми должны быть плечи, колени и зона декольте. В деловом контексте здесь соблюдены все детали. У нас присутствует рукав, длина миди, которая закрывает колено, однотонный цвет. Все это присуще деловому гардеробу. И также это платье может послужить вам нарядным, торжественным. Вот такой вот лайфхак наши дизайнеры придумали. Прицепить нарядный цветок из фаэмирана молочного оттенка на магнит. Это очень удобно. Ткань не портится от проколов. Очень интересная модель летнего платья из ткани Крэш. Ее можно носить просто летом как нарядное, одеть с каблуком, с танкеткой. И можно представить в образе кэжуал, дополнив его короткой джинсовой курткой, кроссовками. Очень удобна ткань Крэш тем, что ее не нужно утюжить, удобно брать с собой в поездку. В деловом контексте это платье можно представить с однотонным жакетом или жилетом. Тоже будет очень хорошо смотреться. Классическое синее платье-рубашка можно также носить с поясом из шнурка темно-синий, который идет в комплекте. Также это платье-рубашку можно представить с белым топом и с темно-синими брюками в расстегнутом виде. В отличие от сарафанов, эта модель гораздо более приемлема за счет того, что у нее имеется рукав, плечи прикрыты, воротничок, который тоже можно застегнуть, если это требуется. В летней коллекции деловое платье может выглядеть немного романтичным. Продольные линии асимметричного кроя тройнят зрительный силуэт. Женщина на работе должна выглядеть красиво и профессионально, во всех остальных ситуациях просто красиво. Отдельные предметы, безусловно, могут переходить из одной капсулы в другую. Главное помнить формулу хорошего вкуса, соответствие времени, месту и погодным условиям. И все это помноженное на индивидуальность. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Все это про одежду бренда Мэдди Арт. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. Мэдди Арт. Гарантия восторженных взглядов. Клиника Источник представляет хирургическое лечение гинекологических, ортопедических и лорзаболеваний, высоко квалифицированные врачи, операционная с ультрасовременным техническим оснащением, а также уютные палаты, где пациенты находятся под наблюдением специалистов, чтобы вечером отправиться домой. Источник. Клиника, которую рекомендуют. Телефон 77 88 887. Макароны могут быть полезными. Макфа исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Sony Кривой 30 и Пушкина 65. Так сложилось исторически и географически, что люди с носовыми платочками, шмыгающими носами, чаще всего встречаются в осенне-зимнее время. Но, тем не менее, вопросы, заботы о своем здоровье, они не имеют сезонности. О возможностях современной отоларингологии смотрите прямо сейчас. Лечь на хирургический стол ради исправления носа человек может по двум причинам. Потому что не может жить с несовершенной, по его мнению, формой, либо не может нормально дышать из-за гайморита, ренита, смещенной перегородки и других патологий. Сегодня речь пойдет именно о них. «Стало проще обнаружить какие-то анатомические предпосылки просто для того же самого хронического гайморита и, соответственно, лечение провести более функциональное. Если раньше делали проколы, там, каждый год по многу раз, то сейчас делается одна операция и чаще всего человек избавляется от необходимости ежегодных этих проколов». Всему этому предшествует диагностика. В современных клиниках все проводят с помощью эндоскопа и других методик, которые позволяют увидеть первоисточник проблемы и без отруднений поставить диагноз, а иногда и изменить его. Гайморит может оказаться смещенной перегородкой, а хронический ренит – врожденным дефектом. «Не дышит ребенок, значит, аденоид, значит, удаляют. Часто их там нет, либо там еще аденоидит хронический, либо еще какие-то проблемы. Это сначала визуализируется, то есть уточняется диагноз. Соответственно, более какое-то уже целенаправленное лечение. Не всегда может быть удаление». Если после диагностики все же показана операция, это не стоит воспринимать слишком драматично. Современное оборудование и методики оперативного вмешательства позволяют провести такую операцию быстро, эффективно, практически без крови и без долгого пребывания в стационаре. «Анестезиологическое пособие изменилось. Татанок стал переносить человек более легче, что позволило делать это в дневном стационаре. Ну и, наверное, сама техника хирургическая стала более щадящей, более функциональной, менее травматичной, что позволяет избежать каких-то кровотечений сильных. «Наблюдение обычно не требуется. В течение нескольких суток, соответственно, не требуется пребывание в стационаре. После наблюдения в палате пробуждения, там, в течение от 4 до 6 часов, люди, в принципе, могут уехать домой уже». Кашель, насморк и другие проблемы с органами дыхания чаще всего подвергаются печально известному методу самолечения. Наверняка у каждого из нас есть пара-тройка народных рецептов и наименований, ну, очень эффективных препаратов. Мнение специалистов по этому вопросу можно даже не озвучивать. «Если проблемы не проходят несколько дней, конечно, желательно обратиться ко врачу, потому что можно, в принципе, приобрести медикаментозную зависимость и ухудшить ситуацию. Та же самая зависимость от сосудосуживающих капель». Шмыгающие люди с носовыми платочками чаще всего встречаются в осенне-зимний период времени. Но тема профилактики, диагностики и лечения всех этих проблем не имеет сезонности. Главное – не затягивать. Летние вечеринки в Челябинске проходят не только в клубах и на открытых верандах ресторанов и кафе. Есть в нашем городе идейные вдохновители, которые способны вывести огромную компанию сто с лишним человек куда-нибудь за город. Итак, как проходила коктейль «Самме Пати» на прошлой неделе? Смотрите прямо сейчас. Вечеринки летом бывают не только в узком кругу друзей-знакомых. Случается так, что душе захотелось праздника и как-то все само собой сложилось. Мы поняли, что если мы хотим собирать классные, интересные мероприятия, то нам вообще ничего не помеха. Ни погода, ни дождь, ни снег, ни град. Вообще нам в Челябинске ничего не страшно. И поэтому у нас здесь сегодня 130 человек. Пару месяцев назад я как раз хотела сюда попасть, но пока не было дороги. И тут все совпало. Звезды сошлись, что я теперь здесь. Вот такие вот атмосферные, домашние, в какой-то степени уютные вечеринки. Это очень здорово, что есть такая возможность встретиться со знакомыми, с близкими по духу людьми, единомышленниками. Вот так круто отдохнуть. Это только на Ибице можно прийти на вечеринку в купальнике. У нас же бикини не так популярны, как коктейльные наряды. Платья гуляться. Это прям проблема. Мы вообще не знаем, куда от этого деться. Нужно выгуливать. Логан, девочки, выгуливаем коктейльные платья или выгуливаем новые наряды. Обожаю. Я всегда только за. Мне всегда есть, что выгулить. Это, знаете, как глоток свежего воздуха. Можно приехать, выгуливать красивое платье, делать прическу, делать макияж. Наоборот, здорово. На самом деле, побольше бы таких мероприятий. Поэтому организаторам большой респект. Очень здорово, что в Челябинске появилась возможность вот так отдыхать. Не надо устраивать такие вечеринки обязательно. Как говорят, не место красит человека. Но это не совсем тот случай, поскольку площадка для проведения вечеринки на берегу озера уж больно хороша. Мы решили ее назвать Кременгюль. То есть нам не кажется, что мы в Кременгюле. Очень много мест именно в фотозон, что немаловажно для девчонок, потому что они ходят, все фотографируются. Очень по-европейски выглядит сама площадка, где проходит само мероприятие. И, в принципе, радушное отношение персонала это очень много значит. Мы все это обычно на даче. Мы приехали. И я очень рад. Здесь круто. Да, летом все по садам, по огородам, по отпускам. Мы практически сегодня в огородах. Только вот в таких огородах мало кто был, поэтому мы решили всех сюда пригласить. Это действительно потрясающее место. Потрясающие люди сегодня собрались. Для нас это был посыл, чтобы можно было познакомить с резиденцией и официально как бы сделать открытие. Вот для этого мы согласились и нам понравилось, чтобы можно было в дружеской атмосфере показать. У нас будет сегодня показ вип-спа очень высокого уровня и одной виллы. Планировали еще банную тоже вечеринку. Локация очень интересная. Я сама занимаюсь организацией мероприятий. Мне было очень интересно посмотреть, как другие организовывают. Потому что, на самом деле, я очень редко выезжаю на какие-то такие выездные мероприятия. Поэтому я прям впечатлена. Я для себя открыла это место. Очень классно все, особенно ландшафтный дизайн. То есть я много раз слышала, что есть такое место. А я не слышала. Здесь первый раз. Локация классная. Очень рекомендую. Там кто-то на даче грядки копает. Кто-то в клубе очень душно. А здесь есть место замечательное. Собраться, подышать свежим воздухом, пообщаться просто с людьми. На самом деле, здесь же не только вечеринка. То есть очень многие сюда пришли с деловой целью. То есть познакомиться, наладить какие-то деловые знакомства. Я уверена, что здесь... Да, собираться, безусловно, нужно. Но и о гостях все-таки тоже стоит сказать несколько приятных слов. И, конечно же, всем поставить лайк. Нет, здесь все с телефонами, все смотрят, снимают сторисы, делают фильтры. И я такая думаю, о, классно, я на месте. Я там, где надо. Никто на меня не смотрит косо, что я снимаю селфи. Здесь и есть блогеры, которые очень медийные люди. Есть в то же время друзья организаторов. Есть люди, которые подписаны, которые пытаются себя как-то прокачать через Инстаграм. Поэтому, ну, публика очень хорошая. Если посмотреть сейчас на тех людей, которые здесь собрались, мне кажется, вот он, собственно, и ответ. Да, и только так, как мы все-таки битва блогеров. И здесь и блогеры, и, в общем-то, и медийные личности, и просто наши хорошие друзья, знакомые всем, кому интересно такое времяпровождение. Блогеров я здесь вижу, наверное, человек 5-6, ну, таких крупных. А остальное – это просто красивые, интересные люди с Челябинска, которых, в принципе, не часто увидишь на каких-то тусовках. И мы позиционируемся как две Лены, которые делают самые крутые мероприятия в самых крутых местах. Летним вечеринкам быть, если их собирают правильные люди, можно быть такой нескромный. За ними, конечно, идут люди, но здесь еще люди идут за идеей. То есть сама идея интересная, и то, что они делают, люди идут за этим делом, за вот этой битвой блогеров. Интересная тема, она всех объединила, и люди им верят. Все проходит всегда на уровне, и поэтому все мы здесь. Еще недавно челябинцы были тяжелыми на подъем. Сейчас как-то все происходит легко и быстро. Ну, что тут сказать, инстаформат. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru Уютный шоппинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спарк» на труда 166. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159. Официальный хэштег нашего телепроекта «Бьюти Тайм Нижнее Подчеркивание ТВ». Ищите в Инстаграм, на Фейсбук и ВКонтакте. А также смотрите сюжеты на сайте bt31tv.ru. На этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры делал DimaTorzok